По улицам Лондона проехался беспилотный автомобиль Ниссан. Это первые европейские испытания для японской компании. Раньше они проходили только в Токио и Силиконовой долине в США. «Не везде в Европе мы можем запросто выехать на дорогу. Нам нужны партнёры, которые помогают нам создавать карты и систему. А Лондон и Великобритания – важный рынок для Ниссан». Маршрут беспилотного автомобиля пролегает по улицам восточной части британской столицы, недалеко от аэропорта Лондон-Сити. Машина самостоятельно останавливается при красном сигнале светофора, затем снова трогается с места и по мере необходимости снова тормозит. Максимальная скорость, которую развил автомобиль во время тестирования, достигала 80 км в час. Самоуправляемая машина построена на базе электромобиля «Лив». Она оснащена радаром миллиметрового диапазона, лазерными датчиками, почти 20 видеокамерами и высокоскоростным компьютером. На большой дисплей выводится информация о ситуации на дороге. Первые испытания беспилотного автомобиля прошли в Великобритании в октябре прошлого года. Тогда по пешеходным дорожкам городка Милтон-Кинс проехался двухместный электрокар компании «Рено». Однако его скорость намного меньше, чем у беспилотника «Ниссан». До 2020 года британская компания Jaguar Land Rover также планирует провести в своей стране испытания самоуправляемых авто. А в ближайшее время на дороге Лондона выйдет беспилотник шведского концерна «Вольво». Между тем, компания «Ниссан» надеется протестировать свой автомобиль с автономным управлением в других городах Европы. Великобритания поощряет высокотехнологичные компании и автопроизводители, которые разрабатывают системы автономного вождения. Правительство страны планирует создать новую индустрию, которая сможет завоевать мировой авторынок к 2025 году.